Я сейчас вас попрошу сделать звук чуть-чуть погромче, потому что эта страна звучит чуть-чуть тише, чем все те, которые вы слышали раньше. Меня зовут Руслан Фаршатов, а наш проект называется «Звуки всюду». Мы начинаем наше акустическое эстонское приключение с города Таллин, друзья. И вот этот вот малыш сейчас не даст соврать, что в этом городе хотя бы однажды должен оказаться каждый. Я вот сейчас смотрю и понимаю, что каждый хотя бы разочек должен его увидеть и услышать. Эстония говорит со мной сначала тихо, даже жестами. Затем начинает шептать на языке щетки трубочиста. И старинных флюгеров. В полголоса разговаривает звуками холодного моря. Только что проснувшегося порта. В конце концов, радует сдержанным шумом народных праздников и законопослушных оличных музыкантов. В общем, с Тонией еще нужно разговорить, прежде чем она запоет. И я сейчас попробую. Потом соберу все тихие звуки в один трек и научусь петь местную песню. Чтобы в порядке эксперимента попробовать заработать на ужин. Ну что, ныряем в море акустического спокойствия Эстонии. Тере? Тере, это здравствуйте на эстонском. Да. Первый звук, который слышишь в любой стране, это язык. Эстонский язык особенно пеучий. Здесь гласных больше, чем согласных. Чуть-чуть протянул гласную, и значение слова поменялось. Коротко сказал «пудель». Бутылка получилась. А чуть растянул «пудель». И получилось «пудель». О, а это «до свидания». Про эстонцев говорят «поющая нация». 133 тысячи песен, и это только те, которые удалось записать. Даже флюгеры на эти крыши как будто поют. Вот послушайте. Фронтмен всех этих певцов – старый Томас. Древний символ Таллина и по совместительству флюгер. Легенда гласит, что у этой фигурки есть прототип. Простой парень, который неожиданно превзошел высокопоставленных таллинцев в стрельбе. Вместо наказания его назначили городским стражником. А это было почетно. Теперь Томас – символ города. Стоит, охраняет старый город. Вообще-то это не оригинал, а уже третья копия стражника. Настоящий, с полувековой историей, хранится в городском музее Таллина. Кроме стражника, в музее есть еще кое-что. И это кое-что лет 500 назад могло бы быть полезно для моей затеи с записью трека. Но теперь остается только смотреть в миниатюре, как извлекался редкий и самобытный эстонский звук. Этот музей крут тем, что здесь абсолютно все залы сопровождаются акустикой средневекового города. А мы идем за звуком, который издавал абсолютно каждый дом в то время. Как были устроены дома средневековых жителей Таллина? Одинаково. Значит, на первом этаже располагались рабочее пространство и жилая комната, а на втором и третьем этажах складские помещения. Почему? Потому что там всегда сухо, и воришкам сложнее пробраться. Но как, скажите мне, как все вот эти вот мешки, посмотрите, сундуки, бочки поднимались наверх? Неужели вручную? Нет. Практично итальянцы все придумали. Значит, что, подъезжала телега. Товар выгружался на чистое крыльцо, и дальше цеплялась к лебедке за крюк. И? Готовы? Механизм, понимаете? Стоп. Дело сделано. Звук уже утрачен. Но вот эти балки на домах до сих пор нам говорят о том, что он все-таки был. Не верите на слова? Уважаемый таллинцы, к вам обращаюсь. Ну, пожалуйста, ну хоть кто-нибудь, ну восстановите этот механизм. Исторически этот звук должен жить. Ну так хочется, чтобы хоть где-нибудь, понимаете? Уважаемый таллинцы. Уважаемый таллинцы. Уважаемый таллинцы. Уважаемый таллинцы. Уважаемый таллинцы.